Тубль 2, короче, я не записался, я не знаю, что творится с моим интернетом, но я попробую ещё раз вам записать, быстренько рассказать, в чём я тут говорила. Я говорила в общем о себе, потому что люди вообще не представляют некоторые, да, почему я говорю какие-то вещи, да, почему я вроде бы вне системы, да, но говорю про Бога постоянно, почему я там общаюсь с этими людьми и живу как-то так странненько по их мнению и так далее. И одна девушка прокомментировала, она говорила, ага, теперь я наконец-то поняла, почему ты так живёшь, и вот я хочу, чтобы другие люди тоже поняли, что я имею в виду, вообще, почему я так живу. Поэтому с самого начала рассказываю ещё раз, что я родилась в неверующей семье. Мой папа, когда мне было 13 лет, он ушёл из нашей семьи, он оставил нас. Мама на этом фоне очень сильно заболела, болела она несколько лет, и никто не мог вывести её вот из этого состояния больного. И мне как ребёнка, да, мне хотелось её спасти, оттуда есть синдром спасателя, но, естественно, конечно же, как ребёнок ты не можешь спасти своих родителей, да, как ты не пытайся, поэтому всё вот это синдром спасательства, который я сейчас прорабатывала, да, вот эти года и так далее, это всё оттуда, как вы понимаете. Вот, гиперответственность, перфекционизм, всё-всё-всё оттуда, угодничество. И я говорила, да, что моя мама, она сильно заболела, папа ушёл. Моя сестра стала употреблять тяжёлые вещества, её парень тоже стал употреблять, вернее, он её подсадил на тяжёлые вещества, и она связалась с криминалом. Моя младшая сестра была предоставлена где-то сама себе, мой младший брат был тоже где-то предоставлен сам себе. В общем, у нас была вот такая семья. Как я её запомнила, да, в детстве нас всегда называли это неблагополучная, так скажем, да, многодетная семья, да, нуждающаяся. Вот так вот я запомнила свою семью. Я не хочу сказать, что вот во всём виноваты родители, так вот всё ужасно и так далее. Моя мама старалась как могла, папа старался как мог, мы все старались, но получилось то, что получилось. И слава богу, что мы сейчас, когда выросли с сестрой и с братом, да, мы это всё начали прорабатывать в терапии, и вообще слава богу. Да, я на девятом шаге, и эти полностью травмы я практически проработала. У меня что-то ещё осталось, да, но, в общем, я поняла, откуда ноги растут. Итак, я говорила, что моя мама сильно болела, мой папа ушёл, мама пыталась выжить, нас прокормить, у нас четверо детей в семье, и она шла, она торговала какими-то картинками, какими-то игрушками на улицу. В общем, мы крутились как могли, какую-то гуманитарку получали и так далее. В тот момент, когда мне было 13 лет, я ушла в компанию, стала танцевать брэк-данс, стала там читать рэп, короче, погрузилась во всю эту культуру. И, с одной стороны, это хорошо, потому что где-то это меня спасло, это сохранило меня, потому что я тусовалась всё-таки с пацанами, которые меня уважали, которые принимали меня как сестру. И вот поэтому сейчас, да, почему-то меня спрашивают, а что ты там пацанам служишь, да, тебе не страшно, вот с самого подросткового периода у меня вот такое отложилось, что с ними безопасно, да, потому что девочки не принимали меня никогда в свои тусовки практически, да, на очень короткое время какое-то. А пацаны всегда принимали, и мне нужно было тоже добиться какого-то уважения, ну, и я делала это через брэк-данс. То есть я так тренировалась сильно, чтобы попасть к ней в команду и быть вот где-то на уровне. И поэтому тоже вот эти уважительные какие-то хорошие такие отношения с противоположным полом заложило меня то, что мне с ними безопасно, и я с ними общаюсь вот очень спокойно, да, без всяких там, знаете, страхов, ужимок и так далее. Вот. И в тот момент, когда я стала танцевать брэк-данс, я поступаю в лицей, который абсолютно терпеть не могу, это лицей ландшафтного строительства, заканчиваю его, не знаю, что я там делала, абсолютно меня всё это не нравилось, я заканчиваю этот лицей, иду работать в Нами, это, знаете, такое старинное здание, такое страшное, где я просто сидела, ничего не делала, но я числилась там, как ландшафтный проектировщик, получала денежку, такое советское здание монументальное, серое, которое добило на тебя. И я себя спрашивала вообще, зачем я живу, что я здесь делаю, что я делаю, вот я там сидела под лестницей где-то, курила, и сама себя спрашивала, что это за жизнь отстойная. Я терпеть не могла свою работу, я терпеть не могла школу, вы не увидите меня на выпускном, когда все девочки стоят, плачут, о, школа, до свидания. Я стою, у меня вот такой взгляд, я закатываю глаза, и на них вот так на всех смотрю, думаю, знаете, и на выпускной я даже не пошла, потому что для меня это было всегда, вот мне не нравилось, всё, что связано с системой. Поэтому, может быть, я такая бешеная сейчас в каких-то моментах. Вот, вообще интересно, как я вообще попала в церковь. Интересно, вообще не мой характер, но церковь тоже меня сохранила, от каких-то вещей. Я познакомилась с Богом, действительно, там и так далее, но об этом позже. Вот. И работая в этом ужасном нами, я ненавидела всё. Мне не нравилось то, что моя семья была абсолютно развалена. мне не нравилось то, что моя мама, она постоянно болела, я с этим делать ничего не могла. Как спасатель я её спасала, не могла спасти, а папа ушёл, я не могла его установить. Опять же, синдром спасательства у меня от этого. Моя старшая сестра в веществах, её парень в веществах, у нас постоянно какие-то разборки дома, какие-то там люди, которые приходят. И вот я посередине всего этого пытаюсь понять, вообще для чего я живу, кто я, и зачем вообще я нахожусь на этой планете Земля. И вот в этой точке моя сестра и мой младший брат, они идут в церковь, ну, младшая сестра. Они идут в церковь, начинают мне говорить, Наташа, ты неправильно живёшь, тебе нужно принять Бога в своё сердце. И я, конечно же, воспринимаю всё это в штыки, я говорю, вы вообще что, что вы такое говорите. Я не принимаю эту информацию, но на самом деле ночью я захожу в свою комнату и говорю, Иисус, если это действительно есть, измени моё сердце, я не могу, я очень жестокая, я эгоистка, я гордая и не могу с собой справиться. Мне не нравится эта жизнь, мне вообще всё не нравится, что происходит на этом белом свете. Мне всё очень не нравится. И, знаете, чувство стыда, которое мне, например, там говорили мои родственники, или учителя в школе, они говорили, Наташа, ты жестокая, ты эгоистка. Это чувство вины не могло меня изменить. Мне было ещё хуже, меня это ещё больше, чтобы втаптывало, я не могла измениться. И тут я произношу эту простую молитву, Господь, если ты есть, спаси меня, очисти моё сердце, прости мои грехи. Я наутро просыпаюсь, я иду на кухню, я понимаю, что я абсолютно другой человек, я вижу всё в других красках. На кухне стоит Максим, это парень моей сестры. И, знаете, я его воспринимала как какого-то монстра, чудовища, который поскорее бы исчез вообще с радаров моей жизни. И тут он на меня посмотрел и первый раз улыбнулся, так немного, уголком в губ. И я на него посмотрела и подумала, это, оказывается, не монстр, не собака, это, оказывается, человек. И у меня в сердце почему-то родилось какое-то новое чувство, которое называется, наверное, сострадание. Да, моё сердце, оно ожило. И не потому, что я прошла там какие-то терапии, и не потому, что я, мне кто-то там что-то сказал, или не потому, что я бы была в церкви, услышала проповедь, потому что Иисус по-настоящему коснулся лично моего сердца. И я посмотрела, увидела, что этот человек живой, что, оказывается, у него есть душа, что у меня даже какая-то любовь к нему. Я зашла в свою комнату опять же и помолилась, потому что это чувство я не могла описать, что со мной вдруг произошло. И у меня был на тот момент приятель, который я слышала краем уха, что он где-то прошел реабилитацию. Я ничего не знала про наркоманов, я ничего не знала про реабилитацию, про Бога, ничего не знала, но я позвонила этому другу и сказала, слушай, у меня в семье наркоман, что мне делать? И он говорит, привози его к нам в Сибирь. Я живу в Москве, то есть я никогда не была в Сибири. Я не знаю, что такое реабилитационный центр. Для меня реабилитационный центр это больница, где ты лежишь под капельноси, где с тобой работают психологи, танцуют очень красиво, есть бассейн, тренажерный зал и с тобой работают и ты проходишь такую терапию, реабилитацию и врачи, они с тобой проводят такую терапию. Я сказала, хорошо, все, мы поедем в Сибирь, мы покупаем билеты мне, моей сестре, старше, и вот Максиму, и мы летим в Сибирь. И он настолько в неадекватном вообще состоянии, что когда мы проходим в аэропорту вот эти вот, знаете, как сказать, где проверяют, да, наличие разных веществ и так далее, он вдруг открывает глаза, видит, что здесь полно полиции, он берет вещества из своего кармана и бросает прямо перед полицейскими эти вещества в сумку моей сестры, а я все это вижу. Когда я это увидела своими глазами, я отвернулась, чтобы просто не видеть, как мою сестру вяжут, да, и уводят ее, естественно, закрывают ее, потому что это тяжелые вещества. И полицейский берет эту сумку с веществами, начинает в ней копаться и ничего не находит. И мы проходим в самолет. Это для меня было огромное чудо. Мы приходим в самолет, и в самолете он употребляет это все в туалете и пытаются открыть стардесы дверь. Дверь не открывается, он там заснул, залип. В общем, была целая история. Когда мы, ну давайте скажем так, преувеличили или не сказали всю правду Максиму, что мы едем в Сибирь. Мы ему сказали, что мы едем в Сочи. Мы едем в Сочи на курорт. И когда мы приземлялись, самолет приземлялся, это был мае месяц, но лежал снег. И он смотрит в иллюминатор и говорит, а почему снег лежит? И когда только он сошел с трапа самолета, он понял, что он в Сибири. Как ни странно бы это ни звучало, но я могу очень много рассказать истории, которые мы сейчас вспоминаем и смеемся про этого человека, который был неадекватным в состоянии. И, в общем, у него была очень интересная жизнь, но это отдельно, я думаю. когда мы приземляемся, и он понимает, что мы в Сибири, он начинает просто орать на меня и говорить, что вообще зачем ты меня сюда привезла? Я говорю, мы едем к моим друзьям. И я еду в автобусе, или я же не помню, кто меня там забрал, мои приятели меня забрали. и я еду, чтобы увидеть огромную белую госпиталь, большой белый, и там будут врачи, которые тебя встретят, и там будут тебе реабилитировать тебя от всех этих веществ. Мы едем по горе такой, это было в Красноярске, едем по горе, поднимаемся выше, 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 выше на эту гору, и на этой горе стоит вот такой разваленный домик, деревянный, туалет на улице, и нас встречают реабилитанты, пацаны, у которых есть огород, какое-то хозяйство, и они проходят там реабилитацию, разваленный вот такой дом, избушка, на курьих ножках, и они мне говорят, это вот реабилитационный центр, я не могла поверить своим глазам, я говорю, это ужас какой-то, и что, здесь проходит реабилитация, комната полностью забита кроватями, и в общем, двухэтажные такие железные кровати, такая маленькая кухонька, все очень скромно, как вы понимаете, кто был в реабилитационном центре, кто знает, и это трехдневная конференция, которая проходит в церкви, мы на этой конференции сидим и слушаем все, что говорят, там было про славление и так далее, и вот Максим, он сидит и говорит, я тебя убью, я тебя закопаю, я тебя просто уничтожу за то, что ты сделала, как ты могла меня обмануть, как ты могла привести меня в эту деревню, вообще засунуть в какой-то разваленный дом, каким-то сектантом, и вот прошел день, он меня хотел закопать под березой, но, слава Богу, в тот момент мы поехали на первый день конференции, и Бог коснулся его сердца, он вдруг понял, что он не курил уже целые сутки, и он вдруг проснулся и говорит, ой, а я не курил целые сутки, я говорю, Бог касается твоего сердца, на второй день он был очень злой, как собака, он тоже пытался со мной ругаться и так далее, но мы поехали на второй день конференции, и тогда я выступала тоже, один пацан, это была христианская конференция, он читал христианский рэп, а я танцевала брэгдансом, и в тот момент, когда мы вышли на сцену, почему-то, я не знаю, Максим упал на колени, расплакался, то есть не было призыва к покаянию, не было какой-то, знаете, проповеди, ничего не было, он просто упал на колени и стал рыдать, он плакал, 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 каялся в своих грехах, моя сестра к нему подошла и пыталась его поднять, и говорит, ты что плачешь, почему ты так реагируешь, но в тот момент Бог коснулся, Максима, он остался в революционном центре, и мы вдвоем с сестрой улетели обратно в Москву, мы улетели обратно, мы вернулись, и в тот момент, вы знаете, я стала, ну, я стала узнавать Богу больше, да, я стала как-то приближаться к Нему, я увидела столько чудес в этой поездке, что, ну, это я вам быстренько рассказала, но на самом деле там было очень много чудес, и когда я приехала обратно, опять же, еще один мой друг, он тоже верующий, он мне сказал, Наташа, открой глаза, а твоя сестра тоже употребляет? Я говорю, не, не может быть, это невозможно, моя сестра никогда, а он тоже бывший, независимый, он говорит, Наташа, она употребляет, и тогда я стала разговаривать с моей сестрой, говорю, Аня, это правда, что мне говорят? И оказалось, что она сидит уже несколько лет на тяжелых веществах, а я об этом даже не знаю. Я говорю, а почему ты не осталась тогда там, почему ты не осталась в репетиционном центре? И она говорит, Наташа, все хорошо, со мной все в порядке, ну, вы знаете, да, кто работал с такими людьми, и начинается тот этап, когда я начинаю вытаскивать свою сестру из притонов, когда оказывается, что она не просто употребляет, она еще и распространяет, когда оказывается, что она залезла в какую-то вот криминальную структуру, и настолько сильно, что к нам домой приезжали люди и говорили, что либо ты сейчас вынесешь нам деньги, либо мы уничтожим все в вашу семью. И так получается, что вот под этими угрозами постоянными мы разъезжаемся вообще в разные города, да, из нашей квартиры. И вы знаете, для меня это все было, ну, вот сейчас вспоминаю, насколько Бог нас хранил. И было такое, что даже приезжали к нам, говорят, давай нам паспорта, если ты сейчас мне отдашь паспорт или деньги, мы вот, в общем, всех твоих сестер там, и так, и так. В общем, было ужасное время, моя сестра, оказывается, вот, варилась во всем этом, но так как я была очень далеко, мы не общались с моими братьями, сестрами, мамой, папой вообще близко, поэтому мы друг о друге вообще ничего не знали. Моя мама не знала, кто я, я не знала, кто такой мой папа, да, ну, вот мы, ну, знаете, как дела, хорошо, как в школе, хорошо, что новенького, да, ничего, ничего, то есть у нас близких отношений никогда не было, и тут я понимаю, насколько глубоко вообще моя сестра, она вляпалась. И тут мне поступает звонок, это один из страшных звонков, как вы знаете, кто работает с наркозависимыми, который называется, он ушел из революционного центра, и так, Максим, он ушел из революционного центра, в котором мы с такими усилиями его поместили, да, столько потратили силы и так далее. Он приезжает и говорит, встретит меня на вокзале, потому что у меня нет денег заплатить за билет. Я приезжаю на вокзал, я злая, думаю, как вообще, как он мог уйти из революционного центра, и меня встречает проводница, и эта проводница говорит, это ваш брат Максим? Я говорю, да, он такой хороший, он такой милый, он такой прекрасный. Я говорю, а, значит, не мой, и иду дальше. Она говорит, да нет, нет, вот Сальников Максим? Я говорю, да, да, но этот не тот, мой не хороший, не милый. Вот, и иду дальше, бегу, смотрю в вагоны, высматриваю его, и вдруг он выходит, выходит как бы он, но как бы не он, потому что я на него смотрю, вот, лицо его, но это не он. Я не могу поверить, что человек за три дня полностью изменился в лице, полностью изменился вот физически. Я на него смотрю, начинаю плакать, и это было огромное чудо. Почему, меня спрашивают, Наташа, почему ты занимаешься с наркозависимыми? Потому что я видела это чудо, я видела потом, после вот этого начальной такой точки, да, я видела на самом деле сотни чудес. И он мне говорит, привет, сестра. Я начинаю плакать, я не могу поверить, что это он. Почему он разговаривает нормально, как человек, он выглядит, вот, вот, хорошо, как человек выглядит, неописуемо, конечно, это было. Переживания. Мы с ним едем домой, он говорит, Наташа, я приехала, чтобы сказать, что вы все в большой опасности, да, потому что уже это вот эти бандиты, они нас постоянно прессовали, и он остается дома на несколько дней, он говорит, что твоя сестра, ну, моя девушка, да, она вообще вас в такую кашу втянула. И он ее убеждает, он ее убеждает поехать с ним на реабилитацию. А в этот момент я уже ездила, ездила и ходила в притон, где происходило вот это все, торговля и так далее, знаете, вот эта квартира, где вот так плашмя лежат люди, молодые девушки, молодые парни, все они употребляют, и я вот так вот перешагивала через них, молилась за них, они пытались, грозили выкинуть меня с 12 этажа, чтобы я больше не ходила, но когда я вытаскивала оттуда сестру, я продолжала потом ходить, когда даже ее уже там не было, вот, и тоже много там было историй, ну, в общем, он приезжает за моей сестрой, забирает ее на реабилитацию тоже. в этот момент моя сестра тоже, да, она соглашается, это там был долгий процесс, это где-то в течение какого-то времени, был долгий очень процесс, она тоже уезжает в Сибирь, и вы знаете, в это время моя мама, она начинает исцеляться, то есть та болезнь, которая у нее была, которой никто не мог справиться, с которой, знаете, она не могла справиться годами, 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 моя мама потихонечку начинает переходить в себя, я вижу, что действительно моя мама выздоравливает, вообще каким-то невероятным способом, да, вот, но мой папа, он стоит на своем, он называет меня сектанткой, он меня очень сильно, как, подкалывает, хотя мы с папой такие были близкие отношения, и он начинает мне говорить, что ты, вот, со своей там церковью, со своими там наркоманами, вечно возишься, вечно каким-то бомжами, да, вот с бездомными, много проводила время, так сказать, и вот он меня постоянно подкалывал, я начала за него молиться, я начала, тогда я уже в церковь ходила, я начала за него поститься, и когда, когда очередной раз папа приехал домой, чтобы нас навестить, и привез продукт, и я говорю, я сегодня что-то не голодна, и маэстера говорит, да, она постится, она всегда постится, и мой папа начинает на меня смеяться, говорит, ой, ты постишься, начинает там подкалывать меня, и вдруг я ему говорю, вот, ни с того ни с сего, я говорю, вот, еще ты знаешь, папа, за что я пощусь, он говорит, за что, я говорю, ну, за тебя, за то, чтобы ты к Иисусу пришел. И вот с этого момента в наших отношениях с моим папой что-то изменилось. Он вдруг перестал ко мне относиться с пренебрежением вот таким, да, как христианки. Я имею в виду так он всегда хорошо ко мне относился. И вдруг у нас какие-то такие коннекты начались налаживаться. Мой папа сильно заболел. Он заболел раком и лег в больницу. И вот прям за считанные какие-то месяцы он, в общем, прям сгорел на глазах, и тогда мы стали проститься тоже за него, молиться с сестрой. Приезжали к нему в больницу. И за три дня до смерти он пришел к Богу, он покаялся, он отдал свое сердце Иисусу. И так получилось, что моя сестра, мой брат, потом я, потом я пошла к своей сестре, потом к Максу, потом моя мама. Вот все мы вместе пришли к Богу. Все вместе. Вот так один за одним, за одним, за одним. А мы вот так вот пришли к Богу. И получается так, что вот сейчас у нас у всех очень близкие отношения. То есть у меня с сестрой, с мамой, с братом, с другой сестрой у нас близкие отношения. Мы друзья. Мы друг другу доверяем. Мы, как раньше вот это, не рисуемся. Знаете, мы недалеки от друг от друга. И вот это тоже большое чудо. В общем, моя сестра в операционном центре. И, чтобы вы понимали, у меня сестра такая, ну, гуманитарная, более такая, назвали тоже интеллигентной семьей. То есть у меня мама такая, литератор, папа там, журналист. В общем, а вот старшая сестра, она такая вот, оторви и выброси. Мы ее очень любим. Вот она сейчас изменилась, но в то время это было что-то с чем-то. Ее ничего не интересовало, кроме веществ и денег. И вдруг я вижу, моя сестра, она уже в Сибири, она там, да, с Максимом, и она мне присылает фотографию, где она в христианском лагере на байдарках. Эта фотография, она меня потрясла до глубины души. Я не могла поверить, что моя сестра и байдарки, это что-то вообще, это нонсенс. В общем, она тоже приходит к Богу, и она начинает служить в Сибири. Она остается там, они женятся. Мы приезжаем на свадьбу, тоже в церкви, все прекрасно. Вот у них рождаются дети, один, второй. И, в общем, вот так вот моя сестра все это бросила, они начали служить тоже наркозависимым. То есть Макс служил наркозависимым, я служила много лет наркозависимым, наркозависимым, и моя сестра. Поэтому в то время, когда я пришла к Богу, я поступила в институт, это РАХИ, Russian Christian American University. Я поступила на социальную работу, и этот институт, он тоже меня вытащил, потому что мне нужно было отлепиться теперь от брэк-данса, вернее, от всех компаний, от вот этих, вообще от всех, потому что это меня утягивало. Я понимаю, что есть разные периоды, когда тебе нужно от всего отойти, или когда тебе нужно, наоборот, туда идти. И нет такого, что, знаете, вот в Библии написано вот так, значит, поступай вот так. Все правильно, но ты должен чувствовать сроки и время. И поэтому тогда у меня была такая внутренняя борьба, мне нужно было все оставить, мне нужно было оставить все свои компании и так далее. В тот момент я стала больше проводить время в детских домах с бездомными, с наркоманами. Мои друзья стали меня в этом, знаете, тоже подкалывать. А что это ты с нами больше, траву не куришь, а постоянно с этими странными детьми тусуешься. Где-то в Смоленске. Я приезжала в Смоленск в детский дом, брала из детского дома из Смоленска детей. И так вот, в общем, на этой фоне, знаете, у нас произошел такой вот разрыв, разлад, можно сказать. И я стала время посвящать учебе и, в общем, назовем так, служению. Что не поняли мои друзья, естественно. И в тот момент, в общем, я учусь в институте, все вроде нормально, я узнаю про Чикаго, да, я коплю деньги, работаю, коплю деньги на то, чтобы поехать в Чикаго, узнаю про перестрелки, узнаю про все вот эти банды и так далее. и я помню, что в тот момент, когда я только учу язык, учусь в институте, работаю, обратно приезжает Максим. У меня было такое слово, что если ты обратно приедешь в Москву, ты погибнешь. Вот так я ему сказала, еще когда я его уговаривала, умоляла остаться в революционном центре. И, к сожалению, когда он приехал, он через несколько дней попадает в туберкулезную больницу, которая находится на Сокольниках. Попадает в туберкулезную больницу и полгода там проводит. У него находят труба ВИЧ, кто знает, что это несовместимый туберкулез и ВИЧ. И он там лежит, и все полгода, которые он там лежит, мы с сестрой к нему приходим, сестрами, и его навещаем. И я всем говорю, я такая горячая христианка, я упакаялась, я говорю, что я за него пачусь, я за него молюсь, я верю, что этот человек выживет, потому что не может он погибнуть. Я начинаю поститься за него, молиться, я приезжаю, постоянно за него молюсь, пачусь. Мы ухаживаем за ним, все родственники от него отвернулись в тот момент, приезжали там только несколько человек, и в один момент он погибает. То есть, можно сказать, на моих руках, в тот день. Все. И я выхожу из больницы, и мне говорят, ну, я знаю, что он все, он погиб, он умер, и у меня вопрос к Богу. Люди, которые говорят, Наташа, ты обижена, ты разочарована. Может быть, вы послушаете, вы поймете хоть немножко. Обижена, разочарована. Я выхожу из больницы, я понимаю, что я его братом всегда называла, мой брат, у меня на руках погиб. Я за него пустилась, я за него молилась. Я говорю, Господь, почему? И он мне говорит, у тебя есть две опции. Ты можешь сейчас выйти из этой больницы, разочароваться навсегда, а можешь продолжать приезжать в эту больницу к таким же братьям, которые умирают в одиночестве, как и твой брат. Я выбрала вторую опцию. И через месяц, когда вот это у меня все, знаете, вот прошла, пережила я всю эту трагедию, я собрала себя в руки и пошла обратно в ту же самую больницу, в ту же самую палату, номер 4, где лежали вот так вот другие молодые парни по 25 лет, по 23 года, которые умирали от тех же болезней. И я стала к ним приходить. И это все продолжалось в течение очень многих лет. Я туда приходила на протяжении 7 лет, да, где-то так, приносила продукты, потом уже звала, вдохновляла, вдохновляла других. Ну, приходите, ну, приходите в больницу. Видела очень много чудес. И рядом с Максимом была тоже кровать, где лежал парень, который всегда очень ругался, сильным матом. Я помню, он очень орал, он был таким вот жестоким. У него все руки были в татуировках, он был зататуирован, он сидел очень много лет. И это был сосед. И когда мы приходили к Максиму, мы его там и мыли, и ухаживали. И он всегда очень сильно удивлялся. Молодые девчонки приходят, да, и ухаживают. И мы однажды принимали причастие с Максимом. Он говорит, я тоже хочу принять причастие. Я говорю, окей, хорошо, давай. Он принял причастие тогда, и мы так познакомились, подружились. Максим умер в его дне рождения. Его так сильно это коснулось, что он тоже покаялся. И пришел к Богу. И сделал предложение моей сестре. И поехал в Сибирь. И в Сибири он прослужил несколько лет. И он был в тюрьме. Он служил в тюремном служении. Это я быстро рассказываю. На самом деле, это были годы. Тоже сражений. Ну, в общем, он тоже прослужил несколько лет. В Сибири у него родилось несколько детей. И он тоже погиб. Погиб на моих руках. Тоже. Вот. У меня было две опции. Да. Разочароваться и сказать, Бог, а что это у меня все, я на моих руках-то погибаю, все мои самые близкие люди. Или продолжать ездить в тюрьму, в колонии, в те притоны, где колются, в туберкулезную больницу и так далее. Я выбрала вторую опцию. Я стала продолжать. Я это все пережила. И стала продолжать. В эту же больницу попадает мой, один из самых близких друзей. который был со мной в библейской школе, который жил у нас дома. Да, мы его все называли Вобочка. Да, он тоже был такой раздатуированный. Этот человек тоже был моим очень близким другом, другом нашей семьи. Вот. К сожалению, он тоже погиб в этой туберкулезной больнице. А кто-то исцелился. Знаете, кого-то Бог исцелял. Я вот не знаю. Я вот туда вообще не лезу. Я такая вот я иду на таком, на каком-то послушании, на какой-то вере. И вот вот я просто иду. Вот и все. Я стала работать. Я работала все это время. То, что я вам сейчас рассказываю, это просто было помимо моей работы, помимо моей учебы, помимо того, того, что я вот я утром вставала, шла на работу, да, у меня был партайм, как неполный рабочий день, я училась в институте, я работала, потом я там училась в библейской школе, я работала, да, но всегда, когда я выходила, например, из дома, я шла, видела у меня около станции метро, сидят бездомные. Зимой я им приносила, например, бутерброды и какой-то чай, да. Я сажусь в метро, я вижу, что сидит наркозависимый, я к нему подхожу, это было всегда, это вот 99,9% я всегда видела наркозависимых. Я думаю, что это дар и милость Духа Святого, потому что мне все говорят, где ты их находишь, а я их находила всегда и везде. Я думаю, что это действительно был какой-то дар, потому что иногда я заходила в вагон и я чувствовала, что у меня вот так руки горят, и тогда я понимала, что где-то здесь находится наркоман, вот так вот бог мне говорил, что в вагоне есть наркоман, или в автобусе, или на улице, Бог мне говорил, иди прямо, заверни направо, вот там в том магазине будет наркозависимый. Я шла прямо, поворачивала направо, заходила в магазин, и вот он стоял, вот так, выключенный. И так было практически каждый день, как я ездила на работу. Возвращаясь с работы, я сидела на автобусной остановке, там были тоже бездомные, такие вот разные личности, я с ними разговаривала, приглашала в церковь, раздавала Библии, что-то там мы с ними договаривались встретиться, встречались и так далее, там, в общем, была целая такая жизнь у меня. Вечером я стояла около аптеки, но это было, честно, это было уже не полчаса, не 15 минут, там уже целые были, целые сериалы, знаете, можно было снимать, что мы там проходили около этих аптек, потому что были и из Дагестана, и из разных стран, в общем, так сказать, криминальные личности. Потом я уже стала знакомиться с теми, кто в криминале, да, и стала с ними проводить время, стала с ними разговаривать. В общем, это можно вообще отдельная тема, но я вам хочу сказать, для чего я это рассказываю, что это всё я делала по дороге на работу. Или когда я приходила с работы. То есть, говоря о том, что в каком служении была я, это не было официальное служение, это был мой путь, путь до дома, путь от дома. Это были наркоманы, это были потом проститутки, которые у меня стояли на Ленинском проспекте. Я приходила, приносила им в термосе чай, раздавала Библии, молилась. Однажды я пришла, там была девушка одна, я пришла, мы с ней помолились, я дала Библию, говорю, давай встретимся, попили с ней вместе чай, поговорили, потому что сутенёры всегда стояли и смотрели, да. И на следующий, там, через несколько дней я прихожу, я говорю, где Ольга? Она говорит, а её больше нет. Я говорю, в смысле как? Она говорит, да её машина спила два дня назад. Понимаете, были вот такие, просто вот это всё рассказывать, это нужно отдельные какие-то вообще, не знаю, сколько это можно рассказывать. Поэтому мы, у нас было такое служение, которое называлось служение похорон. Мы хоронили настолько много людей, что знали практически все морги и все кладбища в Москве. Потому что когда погибает человек, да, с которым ты долго, долго с ним дружишь, приглашаешь на домашнюю группу, приглашаешь в церковь, просто с ним где-то проводишь время, когда такой человек погибает, его родственники, они в таком замешательстве, им нужна поддержка. И вот этой поддержкой часто были мы, потому что мы приходили, да, и успокаивали. И к таким родственникам часто не приезжают, к таким, вернее, людям, не приезжают на похороны друзья, потому что друзья где-то всегда в отлёте. Не всегда так было, были то, что мы хоронили людей, там было полгорода собиралось, в маленьком городе, где-то там, на Рафаминске и так далее. Но чаще мы видели такую картину, что и в туберкулезной больнице ребята, к сожалению, умирали в одиночестве и на похороны. К сожалению, мало кто приходил. И вот такие вот, знаете, такое непростое служение, не знаю, куда его оформить. А скажите мне, какие плоды от этого служения? Кто мне говорит, какие у тебя плоды? Так, подумайте, какие у нас плоды были от служения, похорон. Далее я поехала в Чикаго, да, на три месяца. Чикаго меня так настолько сильно поразило, вдохновило, что я до сих пор здесь сижу, видите. Вот, эти три месяца, конечно, перевернули всю мою жизнь, да. Когда я приехала из Чикаго, я, к сожалению, да, Бог мне сказал остаться почему-то и продолжать служить наркоманам. Появились детские дома, мы стали ездить в детские дома. Очень часто, это не один год приехать раз, и даже не один раз в месяц. Были каждые наши выходные, либо колония для несовершеннолетних, либо это были детские дома. И мы туда приезжали. Вот, потом, когда мои подружки не одобрили визу в Чикаго, тогда мы посмотрели этот злополучный фильм «Проповедник с пулеметом» и решили ехать в Уганду. Так вот, тогда началась вот эта вся эпопея Африки. Ну, вы представляете, сколько до Африки вот ещё Бог меня проводил, готовил, я не знаю, как это описать. Вот этот весь путь, да, который я прошла с Богом от своего покаяния до того, как я приехала, например, в Африку, да, или в Чикаго. Был огромный путь, когда Бог, Он работал с моим характером. Бог работал с моим сердцем. И вот эти сложные, так скажем, служения, они во мне закалили характер, когда ты уже не говоришь, Бог, почему, за что, я разочарована, я обижена. Я не обижена, я не разочарована, да. Потом мне говорят, ты, наверное, обижена на церковь, на пасторов. Ну, ребята, милые мои, я столько своей жизнью прошла, что вот то, что я вам рассказала, это просто 0,001%. От всего. И я могла бы давно разочароваться в Боге и сказать, и Бог, ты мне обещал, что Он не умрёт, что Он будет жить, Он же покаялся, Он же служил, Он же, ну, вот как так могло получиться? Но первый, второй, третий, десятый раз я так Богу не сказала. Я сказала, ну, сейчас нам нужно время, чтобы всё это пережить, да, выплакаться, пережить и пойти дальше, служить Тебе. И у меня не было вопросов, Бог, а почему, а за что, а как так, как со мной так люди поступили, да. А почему я им служу, они пистолетом мне стучат в дверь и говорят, открывай, мы тебе сейчас там и то и сё. А почему я рискую своей жизнью, я служу Тебе, Господь, вот такая вот я хорошая. А меня с двенадцатого этажа хотят выкинуть, а потом с пятого, в другом уже контексте. А почему меня предают, а почему меня обворовывают, да. У меня таких вопросов не было никогда, да. И к людям не было вопросов, понимаете, ну, что с него взять, ну, вот он вот не в себе человек, да. И вопросов не было, естественно, к Богу, да. У меня были огромные вопросы, когда мне было жалко, что вот он выскрип, да, из этих улиц, из криминала, ну, допустим. И обратно туда возвращается. У меня был огромный вопрос тогда к ним. Да как ты мог променять вот эту вот жизнь, да, с Богом вот опять на вот эту тьму? Вот это у меня были вопросы, да, честно скажу. За это я очень много слез пролила. Но, в принципе, мы устраивали с моей младшей сестрой лагеря для трудных подростков в течение семь лет. Да, устраивали летом такие лагеря. Да, приезжали все трудные подростки, потом уже туда приезжали и наркозависимые. И, в общем, тоже вообще отдельная тема. Но вот такие у нас были служения. Опять же, возвращаясь к тому, что про плоды и про нашу какую-то системность. Я думаю, что это просто жизнь, да, христианская жизнь. Хорошо ходить в церковь. Если вы ходите в церковь, прекрасно ходить. Вот, если вы могли бы чуть-чуть здесь понять меня, да, как я мыслю, тоже хорошо. Да, у меня вот такой свой путь. В общем, попадая в Африку, да, потому что не дают визу в Чикаго, а мне было тяжело, очень тяжело в Чикаго одной. И поэтому, когда мы попали в Африку, мы там 7 лет тоже. Видите, у меня везде 7 лет, 7 лет, 7 лет. Мы там 7 лет отпахали. И последние 2 года, когда я была заперта в Африке одна, произошли вот эти, наверное, самые такие значимые изменения по мне самой, когда Бог мне уже наконец-то достучался до моего сердца. Сказал, Наташа, обращай внимание на себя. На себя обращай внимание. Это было очень... Я даже не могу слово подобрать, что это были за 2 года. В Африке-то я никогда их не забуду. Знаете, ни врагу не пожелаю, но благодарна Богу. Опять же, у меня нет вопросов, а почему со мной так поступили, а почему мне было там плохо так, а почему-почему. Нет. Мне нужно было повзрослеть, выздороветь. Бог меня никогда не оставлял. И он знал, что делал. Я ему очень благодарна. Вот сейчас оборачиваюсь туда и думаю, боже мой, слава Богу. И когда мы попали тоже в Африку, мы работали. Мы придумали такой маленький бизнес. Мы делали такие маленькие украшения. Продавали. Потом, в общем, работали на таких смешных разных работах. И когда уже началось у нас появляться много детей, мы стали работать с трафиком, мы стали строить что-то и так далее, и так далее. Конечно, тогда подключились люди и начали нам помогать. В общем, думала я, что я тоже строю. Вот, знаете, такая миссионерка в Африке, которая спасает. И Бог говорит, стоп, а здесь стой. И, знаете, часто с Богом у нас совпадают с Ним желания. Но часто я с Ним не согласна по срокам. Часто я говорю, что, Господь, я хочу быть вот там... Когда я была в Уганде, я говорила, господи, как я хочу быть в Чикаго. Когда я была в Америке, я плакала, вот почему я не в Уганде. В общем, как-то, когда ты ему доверяешь, и ты говоришь, окей, хорошо, у тебя легче жизнь становится. Вот поэтому я отпустила всё из своих рук. Я не спасатель. Я подчиняюсь просто его воле. И именно поэтому вот сейчас я нахожусь здесь, заканчивая свой прямой эфир. Если вы проследили вот эту хронологию моей жизни, немножечко вы поняли, кто я, почему я так живую, о чём я говорю. То, что сейчас я три года назад приехала в Америку. Я сейчас живу в Чикаго. Я не миссионер. Я не приехала на миссию сюда. Я не служитель. Я не лидер, я не пастор. Я просто Наташа. Вот сейчас я поговорила. Я встану и пойду дальше работать на доставку. И вечером я поеду на район. Опять же, так как это путь истины и жизни, да, скажем так, путь мой будет лежать либо на Westside, либо на Southside, потому что там происходит всё самое вечерами. И всё самое такое вот интересное, так скажем, с чем я не согласна. Я не согласна, что люди погибают на улицах. Я не согласна, что часто мы отгораживаемся от этих людей. И не согласна, что в таком возрасте вот так вот люди прожигают свою жизнь. Поэтому, знаете, я не миссионерка, ещё раз говорю, которая спустилась с небес и проповедует Евангелие. Я всё-таки больше дружу с этими людьми. И я христианка. Я живу с Богом. Я пощусь, я молюсь, я люблю Бога. У нас хорошие с ним отношения. И я вот живу вот так. Вот если я смогла вам немножечко показать, чтобы вы чуть-чуть поняли, о чём я говорю всё это время. Поехали! 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 Продолжение следует...